Кто берет в долг, приобретает печали. Народная мудрость. А правительство все же решило немного скрасить жизнь должника. Депутаты решили, что члены семьи не должны отвечать за долги своих родственников. Соответствующие поправки внесены в закон о банкротстве физлиц, который вступает в силу 1 октября. Законодатели предлагают исключить имущество родственников неудачливого заемщика из списка собственности, которая должна быть распродана для погашения его долгов. Так хотят защитить детей, родителей и супругов. Сам закон о банкротстве физических лиц направлен на то, чтобы гражданин, утративший возможность расплатиться по своим долгам, не пошел по миру. Россиянам не хватает денег на платную медицину. По сравнению с 2012 годом число таких ответов возросло на 10%. А вот число тех, кто лечился в частных клиниках за последние три года сократилось почти вдвое. Самое веселое, что увеличилось число довольных качеством государственной медицины. Хотя по многим характеристикам бюджетным медицинским учреждениям стоит стремиться к повышению качества обслуживания. Платные же клиники, по мнению россиян, всем хороши, кроме стоимости услуг. В нынешнем году размер средних затрат на лечение составил 9 тысяч рублей. В общем, денег нет, не болей. Тоже народная мудрость. Самым частым поводом для обращения за медицинской помощью в заграничных поездках традиционно являются воспалительные заболевания дыхательных путей. Это страховщики туристов посчитали. На эти заболевания приходится практически 40% обращений. Рейтинг стран по количеству обращений за медицинской помощью возглавляет Таиланд. На втором месте Кипр, на третьем Греция, далее следует Болгария, Германия, Индия и Испания. Чехия занимает восьмую строчку рейтинга, на девятом месте Австрия, замыкает десятку Вьетнам. Наиболее травмоопасными странами считаются Австрия, Италия, Германия, Кипр и Болгария. В общем, хорошего отдыха, без травм. А у меня на этом все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok